Вслед за энергоблокадой и повышением уровня заболеваемости вирусом АН1N1 на Крым обрушилась еще одна неприятность. На территории полуострова впервые выявлен очаг заражения африканской чумой свиней. После обнаружения опасного вируса властями республики была определена первая и вторая зона угрозы заболеваемости животных. О том, как проходит борьба с вирусом, далее в сюжете. На полуострове зафиксирован опасный вирус африканской чумы свиней. На здоровье человека он не влияет, однако больно бьет по бюджету фермеров. Главный носитель инфекции – свиньи. Болезнь для этих животных обычно оборачивается смертью, а контактирующие с ними питомцы или даже люди являются переносчиками вируса. Противовирусных вакцин пока что не существует. Самый надежный и эффективный метод устранения этой проблемы – утилизация свиней. Хочу заверить владельцам животных, как в Новоселовском, так и в населенных пунктах первого угрожаемой зоны, что поголовье свиней будет выкупаться по среднерыночной цене живого веса. Для проведения процесса отчуждения созданы специальные комиссии и числа представителей местных администраций, муниципалитетов и органов ветеринарии. Недавно случай африканской чумы обнаружили в Раздольненском районе. Указом главы республики Сергея Максёновым там объявлен карантин, связанный со вспышкой заболевания. В этом регионе уже установлены границы эпизотического очага в двух зонах радиусом до 100 километров. Воз и вывоз всех видов животных и птиц из зоны отчуждения приостановлен. Ко всему прочему, торговля на рынках Крыма свининой также под запретом. Мяса этого животного на прилавках рынков нет. В этом сегодня убедилась наша съёмочная группа. Покажите, пожалуйста, документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Спасибо. Всё есть у нас. Работа по ликвидации вирусов в Крыму идёт полным ходом. Ежедневно на рынках патрулирует так называемая комиссия, которая уполномочена контролировать порядок продажи запретным товаром. Нарушений пока что не выявлено. Продавцы послушно выполняют просьбу властей полуострова. Я хотел бы выразить слово благодарности руководителям района за то своевременное оперативное реагирование на ситуации и понимание этой ситуации по недопущению распространения инфекции в другие регионы. И даже несмотря на такой запрет, дефицитом свинины Крым не страдает. Мясо этого животного можно смело приобрести в крупных торговых сетях. Свинина на полуостров поставляется регулярно из других регионов России. Поставки основного объёма мяса свинины осуществляются из Воронежской области более 50%, Краснодарского края 30%. Также отмечаются поставки из Ростовской, Белгородской областей и Республики Адыгея. Откуда появилась африканская чума свиней в Крыму, пока неизвестно. Однако этот вопрос остаётся на уровне ликвидации самого вируса. Евелина Белошапка, Денис Тищенко. Время новостей.